Сейчас, тереоматрием будет так... Нет, это переменник, как будто что-то объясняет. Да, про непрерывную функцию. Да. Напомню определение непрерывной функции. Это такая функция... Давайте так, функция непрерывная в точке x, если для любого ε дольше 0 существует такое δ, что f от x плюс a, где a по модулю не превосходит δ, это минус f от x, и модуль этого выражения меньше ε. То есть, что можно взять вот такой достаточно близкий отрезок к нашей точке... Интервал. Да, ну или интервал, чтобы на нем все значения функции отличались от значений функции самой точки не больше, чем на ε. Меньше ε, да. Это правильное определение непрерывной функции. Вот, например, если взять функцию типа такой, то есть, она просто вот так колеблется, вот, колебания все чаще и чаще переходят к какой-то точке, здесь мы с конечным числом колебания, то эта функция будет непрерывна во всех точках, кроме вот этой самой. Ну, синус 1x. Ну да, синус 1x. Почему? Функция синус 1x разрывна в нуле. Потому что? Потому что, сколько угодно близко к нулю, у нее есть незначения 1 и минус 1, и значения равные безусловно. Вот. Ну а здесь понятно, что если взять другую точку, то здесь, если вот этот достаточно близкий отрезок возьмем, то на другую мафа отличается. Ну, Андрей, смотрите, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны у нас сейчас нужна все-таки доска. Поймем, что нам связанное и компактное подмножество прямой обязательно является отрезком. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Ну что, в том месте, где айвэ это? Андрей. Да, последнее самое. Сотри, сотри все. Сотри все в вот этот левый блок. Хорошо, хорошо. Мне казалось, что уже давно все все было. Нет, не все. Если оно компактное, то оно ограничено. Вот, ну, естественно так. Есть у нее точный верхний, а у него точный нижний. Так, мы также докажали, что на этом интервале АВ все точки принадлежат нашему множеству. Ну, и что еще надо? Вот, остается сделать следующее. Значит, всего есть три множества, точнее четыре, у которых содержится интервал, а точный верхний грань, у которых является В точный нижний А. Вот, это отрезок, оттервал, и отрезок, и интервал. Да, вот. Нужно доказать, что это отрезок. Но для этого достаточно доказать, что полуинтервал и интервал у нас не являются компактными. Ну, как мы это делаем? Я это сделал. Посмотрел лучи. Лучит отрезы множеством. Посмотрим такие лучи. А, вида. Ну, допустим, это точка А. Вот у нас кто-то там. Вот это, наверное. Да, мы не волнуем. Да. Да, не волнуем. Вот, рассматриваем естественные лучи. Ну, пусть надо менять координату А, вида. Значит, 1 плюс 1, N. Ну, единственное, что вы сейчас рассматриваете вот нет, случайно наоборот. Когда я говорю, эта точка входит, а эта не входит. Где N? Может, интервал не учить. Вот, рассматриваем вот такое количество лучей. Их бесконечно много. Но они все покрывают наш... Было некомпактно. А почему, если мы... Нет, подожди, нет. Ладно. В чем проблема, Алиса? Не понимаю, почему, когда мы потом возьмем точку B, они... А, нет. Нет, давайте Андрей еще раз вот сейчас. Можно по 10 раз, но он уже все рассказал. Нет. Нет, лучше не будет. Возьмем такие лучи. Значит, они у нас образуют покрытие. Из них нельзя выбрать конечное подпокрытие. Потому что для любого конечного набора таких лучей можно выбрать тот, который имеет вот наибольшее N. Он будет содержать все остальные, но наш тон не покроет. Ну, все. Вот. Значит, наш интервал... Понимаете, что каждый из этих лучей начинается все левее и левее. Значит, при возрастании N, 1N не снижается. Значит, интервал не является компактным. Да. И полуинтервал не является компактным. Ну, все. А, ну... Ну, такой полуинтервал, как бы, особо ничем от этого не отличается. Ну, да, нет, нет. Ну, значит, это отрезок. Все-таки третью вторему считаем, что это казанство. Да. Это ничего не изменилось. Ну, просто там еще, а еще и еще раз. Нет, для того, что здесь, на самом деле, встречи, у нас там, надо заканять. Ну, по крайней ремене нет. Конечно, конечно, конечно. Я верю. Теперь, давайте смотрим, ребята. Мы пока что лима один и лима два, если мы идем по этому пути. Да, а чем мы идем по этому пути? Мы идем по этому пути. Мы идем по скорям. Мы всегда, нормальные герои всегда идут во вход. Вот. Песенька есть такая. Из какого фильма? Нет. Нет. И Женя не помнит. Великий фильм. Называется «Айболит 66». А, ой, нет. Такое есть. Быков. Режиссер. Совершенно гениальный фильм. Режиссер. Режиссер.